В эфире Диспозиция. Это Гагарин. Поехали. Нет более важного дела для западного политика, нежели решать, на какую глубину бить Киеву по территории России. Целый саммит НАТО сделал тематику стержневой. И главное детали. Какие только детали не волнуют западной умы. На 100 километров ракеты пускать или на 300. Причем обсуждают с таким видом, будто о кинопремьере речь. Еще одна забота, по каким областям Российской Федерации целесообразнее удары наносить. По всем ли разрешить Украине? Или дифференцировать? Тоже тяжелый выбор. А потому в довольно жесткую противофазу заявлениям Альянса вошло решение Минска разрядить обстановку на границе с Украиной. Отвести подразделения. В данном конфликте главную роль сыграли. Да вообще всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов. И они, им не нужна эта война на полторы тысячи километров фронте нашей границы. Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои миска. Поэтому помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда сапог чужой ступит на нашу землю. Вообще это довольно обидное решение для Запада. Вразрез идет новым демократическим подходом. Запросто теперь могут против нас санкции ужесточить. Более того, мы еще и Польше предложили в спокойном режиме, возникшие на рубежах проблемы, обсудить. Да с такими замашками вовсе можно войну в Европе остановить. А это не входит в планы НАТО, где уже подселены распухшие финансовые потоки от производства оружия. Компенсировать мирные инициативы Минска Североатлантический блок, похоже, намерен с помощью балтийских стран. Проверенный метод. Народ там, естественно, не стремится к эскалации. Но кто спрашивать будет? В Литве запустили учение НАТО Baltic Connection 24, где задействована в том числе истребительная авиация Испании и Португалии за РК Патриот Нидерландов. Кстати, все идет к тому, что еще один дивизион Патриот станет нашим новым соседом. Размещение Патриот в Литве является прекрасным примером для союзников и очень решительным шагом вперед к внедрению ротационной модели ПВО НАТО в этой части Европы. Надеюсь, что сотрудничество с Нидерландами в этом формате будет успешно продолжено и в дальнейшем. Лаурина Скащунос, министр обороны Литвы. Вот как надо мир укреплять. Ну а еще Вильнюсу срочно понадобились два новых военных полигона в Тауракском и Шеллальском районах. Скоро возводить начнут. Полигоны это, конечно, прекрасно. Аудитории для войск. Только вот соседи порой путают учебные поля с развитием инфраструктуры для хлебосольного принятия частей НАТО на случай войны. К слову, воевать иные страны готовятся в уже определенный период. Россия может начать воевать с НАТО примерно с 2029 года. Тогда у русских сложатся оптимальные условия для этого. Карстен Бройер, генеральный инспектор вооруженных сил Германии. Какой жизнеутверждающий прогноз? Чувствуется эксперт высокого полета. По моим источникам, правда, в 2036 году Москва войной пойдет. Или в 1953. А вообще подобные слова лишь нагнетают напряжение в регионе. Нет бы цепляться за мирные идеи. Есть ведь яркий образец. Сделали же шаги от пропасти Минск и Киев. Но вот дальше отойти западные кураторы пока не позволяют. Наоборот, обсуждают уже с азартом. А как бы это побольше американских дальнобойных ракет «Тамагавк» в Европе разместить? Так скоро все угрозы холодной войны разархивируют. Одно хорошо, теперь и обывателям в Европе становится ясно, кто на стороне добра, а кто ранен величием.